Вертолетная площадка головного судна серии ледоколов 22-220. Арктика. Сегодня стартует Мурманск. Уникальное событие. Мы здесь, коллеги-производственники. Здравствуйте. Ледокол построен. Три этапа ходовых испытаний прошел. Вот сейчас, вот сегодня он отправляется в город Мурманск. Проходит он через Ледовитый океан, где также покажет свои характеристики как ледовый класс. То есть дальнейшее прибытие в Порт Мурманск. Результат текущих ходовых испытаний какой? Положительный. Закрыты все ходовые удостоверения. Регистр нам выдал свидетельство, что ходовые испытания Арктика прошла. Ну и, соответственно, мы готовы на переход. Очевидно, событие ответственное, так как головное судно, да, серия? Да. Для Балтийского завода ответственное очень событие. Мы его строили. И мы его достроили. В конце концов, как бы он готов к переходу. Я думаю, что в ледовых условиях он поведет себя очень достойно. Где мы сейчас? Сейчас мы находимся на палубе Юта. Это кормовая часть судна. Отсюда, значит, мы можем наблюдать швартованные лебедки, коньякты, клюза. Все для того, чтобы швартовать ледокол, находится здесь. Испытания площадки вертолетных же были? Да, на втором этапе ходовых испытаний были и ночные взлеты, и посадки на вертолете Ми-8. И дневные полностью откручена программа испытаний вертолетного комплекса. Плюс заезд в вертолетный ангар. А, это в ангар туда прям вертолет? Лопасть, очевидно, складывается, да? Да, конечно, конечно. И складывается. И то есть, все это происходило на втором этапе. Здорово. А где, в каком море? Или в заливе Финшка? Ну, на Балтике мы кружили, как бы. Ну, если показать вот так, то на самом деле туда, вертолетный гараж, куда лопасти складываются, вертолет может припарковаться, ну, очевидно, когда очень холодно за бортом. Потому что в Арктике морозы до минус 50, это только как взрастие. На судне расставлены винты, они запасные. То есть, история такая, что там, где-то в Арктике, они правда могут сломаться, то водолазы спускаются и устанавливают новые. Количество комплектов неизвестно, но они на заводе изготавливаются как вот дополнительные. Реактор за переборкой. Это турбины. Машинное отделение из чего состоит? Она состоит из установки ПТУ-72, состоящая из двух турбин по 36 МВт каждая. И из системы ее обслуживают. Так. И какие насосы? Это главный циркуляционный насос, который подает охлаждающую воду в главный конденсатор. Это на реакторе, который уже стоят? Главный циркуляционный насос? Нет, главный циркуляционный насос подает охлаждающую воду для влажнения главного конденсатора, чтобы пар у нас конденсировался в воду. После нее уже конденсаторными насосами это все отправляется в диэратор через фильтра. И после этого подогревается в диэраторе до температуры 104-105 градусов. И после этого уже пикателем насосами идет на реактор. Обращается к нам на турбину в виде пара. Клево. Покажете пальцем там что-то как? Нет, это надо слишком... Слишком? Там очень надо по своему дну и по каждой системе это слишком долго. Вы в рейсе идете или вы строитель корабля? Я строитель кораблей, да, по машинному отделению. И да, с ним на переход идут. Мы спускаемся в отделение главных электродвигателей. Их три штуки на корабле. Они у нас вращают три винта, соответственно. Вот это у нас главные электродвигатели. Как я уже говорил, их три штуки. Далее пойдем в корму и увидим линию вала. На линии вала, естественно, упорные и опорные подшипники. И далее у нас идут винты. Вот это третий электродвигатель. Сейчас мы можем посмотреть, чем же все-таки это дело заканчивается. Да. Соответственно, мы подошли уже практически к наружной обшивке. Это вал, который крутит лопасти. Дальше у нас уже лопасти. И приводит в движение ледокол. Количество лопастей? Три валовки. Три ленивала и три гэда. И мы находимся практически в воде. Вот сейчас, если не было бы переборки, мы находились бы в воде. Толщина какая от расстояния от одной точки до другой, до воды здесь? И там же, получается, две стены? Там получается двойная переборка. Расстояние порядка полутора метров. Между? Называется это расстояние кофер дамам. Для обслуживания плюс двойной борт, как бы безопасность и утолщенный лист уже в наружной обшивке. Толщина листа при этом какая? В кормовой и носовой части разные. В носовой части до 120 миллиметров толщина ледового пояса. Здесь немножко поменьше, около 40. Это тоже самое, только правый-левый борт. Линия вала, как бы правый-левый борт, а это средний. А, интересно. Такие же электродвигатели, как бы, стоят вот сбоку. Интересно. Здорово. Так, нас просили взять бахилы, но, очевидно, здесь пока перемещаемся в обуви. Наверху, в Капитанской, там ковры. Количество журналистов, ну, около 50, не меньше. Приходится снимать все очень быстро и просить нашего коллегу помочь нам. Почти два года назад, даже чуть больше, мы вот отсюда начинали снимать наш первый репортаж про Балтийский завод от Арктика, тогда еще только строился. Поэтому сегодня отправляем в рейс. Первый рейс, большая честь для вас, конечно. Сибирь, вот-вот, первой серии, потому что этот головной серий начинается оттуда. Примерно в таком состоянии Арктика был два года назад. Вообще, что происходит сегодня на заводе? Арктика первый, да? Потом первый серийный, это Сибирь, Урал. И сейчас еще два ледокола заложили. Я боюсь ошибиться с наименованиями. Это вроде Якутия и вот какой-то еще один из регионов, которые, ну, Россия очень такие мощные. Итак, внизу две крышки. Это защитные кожухи реакторов RITM-200. Разработались они у КБМ Африкантов. Это компания в составе госкорпорации Росатом. А там энергомаши, далее по тексту. Вот они, крышки, там и находятся. Кстати, реакторы этих типов RITM-200 могут использоваться отдельно. Места, куда сложно добраться. Например, на северах, на СПГ-заводах. Как, например, для добычи электроэнергии. Ну, вот такой вариант. На ледоколе Лидер, который строится у нас в Приморье, да, там будет стоять реактор RITM-400. Это более мощные установки. А при всем при этом здесь пахнет картошкой. Ну, это какой-то едой. Кухня где-то вот по рыбе ходит, я не знаю оттуда или нет. Но кухня готовится к рейсам. Уникальная возможность прийти вот в рубку корабля. Здесь вот находится капитан. Вот такие огромные, просто невероятных размеров приборы, устройства. Я вообще боюсь предположить, что там означает огромное количество датчиков. Ну, в общем, все это выглядит так. Самый современный ледокол в мире и самый большой. Смотрите, здесь для удобства перемещения по кораблю, судну хорошо, а ледоколу, лифт. Отличная возможность вверх-вниз, но не бегать же капитану, оттуда имся дым. Место, где всем жарко, это центральное поступравление. Вот здесь, значит, мониторы, турбогенераторы. Один реактор, второй реактор. Ритм 200. Огромное количество мониторов, которые собирают аналитику всех процессов, которые происходят на судне. Очень все визуально, наглядно нарисовано. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok